Захватила с собой вышиванку, захватила с собой блок памяти, где все мои научные достижения. Вот так теперь я живу. После того, как я с помощью детей моих, дочери и внуков, оказалась в Калифорнии. Я уезжала с маленьким рюкзачком, 5 килограммов. По образованию я ботаник. Я закончила Киевский университет. Наука моя называется «Палеоэтноботаника». Есть у меня аж 250 научных публикаций, статей, 12 книг. Я родилась в 1936 году. В Киеве немцы появились осенью 1941 года, а бомбежки начались немножко раньше. А мы прожили в Киеве всю войну, и всю войну я помню. Вой этих летящих бомб и идущих в пике самолетов, это было очень страшно. Я, перенесши войну ту самую страшную, я, конечно, сейчас очень понимаю, что происходит с нашими детишками, которые вот сейчас оказались тоже в этой ужасной войне, в этих ужасных условиях. Вот по этой улице, которая вот-вот рядом, немцы вели евреев в Бабий Яр, а Бабий Яр отсюда, ну, километр. С той же сестричкой услышали шум. Мы побежали на угол и увидели, как немцы идут по тротуару с автоматами опущенными, а по проезжей части идет поток людской с этими клумаками, с тележечками, с какими-то, с детьми на руках. Мы стояли, раскрыв глаза и смотрели на это. Как нас туда не толкнули и не затянули в этот поток, до сих пор я не понимаю. А ночью уже начались пулеметные очереди, и мы это все слышали. Детская память, она как-то цепляется на такие события, которые потрясают, да? Дочка мне звонит из Лос-Анджелеса в ночь на 24 февраля. Она говорит, Киев начали бомбить. Я не верю. Я говорю, да, ну что ты мне такое говоришь? Нет, началась война. Я выхожу в коридор, открываю дверь, и мы очень дружны с соседями. Они молодые, им по 35 лет семья. Я выхожу в коридор, а у них уже дверь открыта. И они стоят одеты. Я говорю, Женя, Даша, вы знаете, что началась война? Они говорят, да, потому что мы слышали взрывы. Они с противоположной стороны дома. И они сразу говорят, мы вас не оставим. Раздаются взрывы. Уже воет сирена, уже нужно куда-то прятаться. А мы торопимся к гаражу. Мы ехали трое суток. Мы не ели, мы не выходили из машины. Мы все время ехали. Снук, он в тот же день вылетел в Варшаву. И мы планировали в Варшаве, ну, перейти польскую границу и встретиться с ним в Варшаве. Но по дороге выяснялось, что на границе с Польшей огромная очередь. Женя выяснил, что лучше нам ехать к словацкой границе. Подъехали к границе, пошли в сторону пропускного пункта. И нас начинают везти к палатке, показывают, как устроиться, где еда, где сим-картка. Сразу словацкую карту нам устраивают. Мы выходим из палатки, и спиной ко мне стоит внук. И такая была радостная встреча, но мы не могли никак успокоиться. Это в голове не укладывается, потому что у нас же такие большие связи с русскими. У меня по работе очень много коллег. Я все время ездила в Москву и в Питер по работе своей. И они приезжали в Киев. И представить себе, что это наши враги, ну, не укладывается это в голове. Но когда ты видишь, что они делают, и во что они превратили те самые поселки, любимые, родные, которые под Киевом, в которых я бывала, и тот же Ирпень, и та же Буча, я рыдаю, я переживаю. У меня остались друзья, знакомые в Киеве. Я им всячески переживаю, поддерживаю. А я благодаря внуку, который так быстро прочувствовал опасность этого всего, благодаря ему я оказалась в этой спокойной обстановке. И вы знаете, я подумала, в какой-то момент меня осенило, что как хорошо я воспитала своих детей, свою дочь. Вот я их воспитала так, что они понимают зло. Они понимают, как нужно сочувствовать, как поддерживать. Это для меня очень важно. Украина сильная и очень красивая. А главное, вы знаете, прежде всего нам нужно говорить о людях. Так дружно объединились люди против этого зла. Даже трудно было бы себе это представить в мирное время. Мы, наверное, упустили то время, когда в 2014 году потеряли и Крым, потеряли две области – Донбасс и Луганщину. Безусловно, все мы верим в победу, и все верим в то, что это все окончится. Через большие трудности, через большие потери, через большие страдания, оно все должно окончиться. Украина должна быть свободной. Наступная третья – Голосевоизм. Продолжение следует... ... ...